Сегодня в зале администрации района состоялась 36-я сессия Совета народных депутатов Кашхабского района. В ее работе приняли участие глава района Заурха Мирзов, руководители отделов и управления районной администрации, в режиме ВКС участвовали главы сельских поселений. Всего народные избранники рассмотрели 4 вопроса. Информацию по первому вопросу повестки дня об исполнении бюджета района за первые полугодия присутствующим представил начальник управления финансов Аслан Дагужиев. Настоящим проектом решения предлагается утвердить исполнение бюджета за первое полугодие по следующим основным параметрам. По доходам в сумме 353 миллиона 789 тысяч 2 рубля 76 копеек, по расходам в сумме 355 тысяч 834 тысячи 333 рубля 83 копейки, с превышением расходов над доходами в объеме 2 миллиона 45 тысяч 3331 рубля 7 копеек. Вторым пунктом принять к сведению информацию о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального образования Кашхамовский район за первое полугодие 2021 года. Но сразу хочу сказать, что из проекта решения и приложения к нему, к отчету видно, что средства резервного фонда в первом полугодии 2021 года не расходовались. Коротко, а непосредственно об исполнении. Что касается исполнения по налоговым и налоговым доходам, при годовом плане по консолидированному бюджету района, равном 154 миллиона 678,1 тысячи рублей, исполнение составило на 1 июля 74 миллиона 845 тысяч рублей или 48,4% годового плана. В том числе районный бюджет. Фактическое исполнение 51 миллион 235,9 тысячи, 54,9 процента. Бюджеты поселений 23 миллиона 609,1 тысячи, 39,5 процентов годового плана. В сравнении с прошлым годом, фактическое поступление в 2020 году за первое полугодие составило 59 миллионов 113,3 тысячи рублей. То есть по отношению к прошлому году по консолидированному бюджету поступило на 15 миллионов 731,7 тысячи рублей больше, чем в 2020 году. 126,6 процента к прошлому году, к тому же периоду. Районный уровень бюджета 134,7 процента, то есть на 13,2 миллиона рублей больше. В бюджете поселений 112,1 процента на 2,5 миллиона больше, чем в прошлом году. В сравнении с прошлым годом поступление выше, чем в прошлом году по всем налогам, кроме налога на имущество физических лиц, который составил 75,6 процента к прошлому году, отклонение 162,2 тысячи рублей. Земельный налог 65,6 к прошлому году, отклонение 1 миллион 21 тысячи рублей. Налог на добычу полезных ископаемых 71,5 процента, отклонение 146,6 тысячи рублей. Народные избранники единогласно проголосовали за внесение изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов от 7 августа 2017 года об утверждении положения о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности и денежном содержании муниципальных служащих района. Также своим решением депутаты внесли изменения в бюджет района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. По всем рассмотренным на сессии вопросам решения были приняты единогласно.